Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы, инструменты для изменения, улучшения вашей жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения даже самых невероятных желаний и достижения целей. На канале есть огромное количество инструментов в помощь вам, но по большому счёту всё действительно зависит только от вас. Только ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Помните об этом. Никогда не поздно что-то изменить. Главное понять, как изменить своё отношение к ситуации, к людям, к миру и, соответственно, меняя отношения, изменится то, что происходит с вами. Помните об этом. Ну и сегодня мы посмотрим, как повернуть ситуацию себе во благо. Сосредоточьтесь на ситуации, которая вас волнует. Ну а также, как всегда, сделайте себе комплимент, похвалите себя и улыбнитесь. Кстати, помните, никогда себя не ругайте. Старайтесь хвалить себя, делать себе комплименты, холить, лелеять себя. Ведь когда вы любите себя и доверяете себе, это то, чем вы делитесь с миром. И, соответственно, мир притягивает к вам ещё больше причин для любви, для гармонии. Помните об этом. Ну что, надеюсь, все уже улыбнулись, похвалили себя, сделали себе комплимент. Давайте же посмотрим, что же сделать, чтобы повернуть ситуацию себе во благо. Ну, как всегда, в принципе, три поступка, три вещи, три причины, как повернуть ситуацию себе во благо. Ну и первое, это увидеть, что есть огромное количество возможностей перед вами для того, чтобы ситуация решилась в вашу пользу. Тут главное, что я вижу, это ваше состояние. От того, в каком состоянии вы принимаете решение, зависит и результат принятия ваших решений. По этой карте это спокойно, это гармонично, это с улыбкой и это с уверенностью. Может быть, тут, знаете, это паж и по пажу уверенности, нельзя сказать, что такая вот железобетонная уверенность. Но при всём при том, добиваясь состояния спокойствия и анализа, вы можете с уверенностью принимать решение. И от вашего решения зависит ваша ситуация. Это, конечно же, по здравому смыслу и по закону притяжения. Вот когда вы принимаете решение, вы двигаетесь в сторону именно вот по плану принятого решения. Ну и тут карта говорит о том, что есть большое количество возможностей для вас, для того, чтобы решить ситуацию в вашу пользу. И приняв для себя первое решение, это, что вы можете и вам доступно и вы достойны, вам откроет двери для большого количества вариантов развития ситуации в вашу пользу. Посмотрим. Дальше, что же, ещё повернёт именно ваши действия. Я, вот можно сказать, что по первой карте я уже всё озвучила, только могу добавить, что только ваши действия, только ваши знания и ваша уверенность в себе может поменять ситуацию и повернуть её вам во благо. Если не хватает каких-то знаний, вы чего-то не знаете, прежде чем принимать решения какие-то, найдите всю информацию, которая вам нужна для того, чтобы быть уверенным в том, что вы владеете полностью знаниями по поводу ситуации, которая вас волнует. Иногда, не зная детали ситуации, не зная каких-то деталей того, что происходит, или если это касается работы, идёт проект, и вы не совсем понимаете, что вам надо делать, значит, надо найти информацию, которая вам предоставит, что же вам нужно сделать и знания для того, чтобы можно было вести дела и поворачивать ситуации на благо вам. Ну и третья карта мы посмотрим, что же сделать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Двигаться к прогрессу, двигаться, двигаться и двигаться, понимать, что при принятии решения вам надо двигаться, вам надо что-то делать. Бездействие не повернёт ситуацию, не приведёт ситуацию к позитивному результату в вашу пользу. Тут идёт прогресс, и вы должны принять прогресс. И может быть, иногда вот по этой карте, так как идут большие перемены, говорит эта карта, вам надо понимать, что всё-таки для того, чтобы ситуация повернулась вам во благо, вам может придётся делать что-то, чего вы никогда не делали. И, соответственно, это выйти из зоны комфорта. Делать это надо пошагово, никогда не надо хвататься за что-то огромное, о чём у вас мало информации. Надо начинать с маленьких шагов, с возможностей, с действий, и эти действия приведут к прогрессу и к решению ситуации в вашу пользу. Это может быть любая ситуация в вашей жизни, и связана она может быть с любой сферой жизни. Я, конечно же, больше здесь вижу работу, карьеру и бизнес, но также эта ситуация может быть адаптирована для любой сферы жизни. Главное, если это касается отношений, это не перегнуть палку и пытаться всё-таки приходить в компромиссу. Тогда отношения могут прогрессировать и двигаться в том русле, в котором вы хотите, чтобы они двигались. Вот это то, что касается отношений. Ну, а если касается здоровья, я вам хочу сказать, что с вашей помощью и с вашей верой могут произойти прекрасные изменения в вашем здоровье, и вы можете выздороветь. Тут очень важно, я абсолютно не отменяю, диагнозы не ставлю, лечение не назначаю и не отменяю ни в коем случае. Просто вижу энергию и понимаю, что если вы направите свою энергию в правильное русло, то вы можете выздороветь просто. И не важно, что происходит сегодня. Главное, ваш настрой и ваша абсолютная вера. И, конечно, работа над собой. И всё поменяется. И всё придёт туда, куда вы хотите, чтобы оно пришло. Всё-всё равно зависит только от вас.